Яркими тканевыми цветами украшает свою голову Ольга Гладкова. Уже пять лет женщина в декретном отпуске. Именно с ободков и заколок и начиналось ее хобби. Оказалось, что цветы ручной работы могут приносить доход. Теперь уже Ольга цветовод со стажем и научилась выращивать внушительные объекты. Знаете, первое, это просто нравилось. Я делала, потому что это мне очень нравилось. Потом уже, конечно, знакомые, друзья начали обращать внимание. Давай, что-то просто так, давай, сделай бизнес. Тем более, как бы в Омске это довольно начинающая такая тенденция, большие цветы. Совсем недавно, постепенно начинает, и хочется быть в ряду первых. Делать цветы и украшения Ольга научилась по видеоурокам в интернете. А вот для понимания того, как вести бизнес, пошла учиться в программу «Рабочие места создаем сами». Его организовал Союз деловых женщин и Министерство труда Омской области. Учат там в том числе проектированию, ремеслу, цифровой грамотности. Как раз задача этого проекта – показать мамам, что, по большому счету, если мама, находясь в отпуске по уходу за ребенком, хочет научиться чему-то новому, хочет остаться на рынке труда востребованной, может быть, даже сменить какой-то род деятельности, то ей такая возможность будет предоставлена. Потому что мам учат готовить бизнес-проекты, то есть именно учат, как, с чего начать, делать свой проект в любой, в любой сфере. Страх остаться не у дел после выхода из декрета толкает мамочек в бизнес, объясняют такое повальное увлечение интернет-продажами начинающий бизнес-вумен. Получается, что рождение ребенка может быть переломным этапом в карьере женщины, когда за время декрета теряется основной навык и приходится заново учиться. Деловитость – это вообще требование времени, объясняет председатель Союза деловых женщин. Целью задачи нашего проекта мы считаем, чтобы снизить иждивенческую позицию, что о нас должны позаботиться. Смотрите, мы беременные, позаботьтесь о нас, да? Или мы родили ребенка, позаботьтесь. Конечно, и государство, и работодатели, и общественные организации, мы должны помогать семье, потому что, ну, любой человек знает, сколько молодой семье в стадии роста нужно преодолевать, и материальных, и социальных, и всяких проблем. Но в первую очередь семья должна быть замотивирована на рост, и на рост духовный, и на рост социальный, и на рост экономический. А как это сделать? Конечно, нужно учиться. Учиться новому Ольга Святецкая начала не в декрете. У мастера ручной работы уже взрослая дочь. Куклы и медведи – хобби, которым теперь Ольга делится с другими. Сегодня мы делаем славянскую обережную куклу. Зачем? Ну, как сувенир. Ее можно дома поставить, чтобы она оберегала дом, можно носить с собой, чтобы она оберегала вас. Эта фотозона – тоже ручная работа одной из участниц этого форума. Цветы выполняют из синтетических материалов, фуамирана и изоолана. Их пока приходится заказывать в других городах, потому что в омске материал стоит больших денег. Денис Унос, Максим Баринов, Антенна 7.